мы здесь друзья мы здравствуйте всем привет дорогие друзья и зрители моего канала с вами я блок пор не очень видно видно смотрите какая прелесть вот здесь вот и вот там еще кто заказал эту реакцию красавчики собрались здесь вообще типа архипелаг замечательного так сказать обозрения посмотрите вокруг везде красота какая-то да темная да такая может быть достаточно агрессивная но красота согласитесь и там спектр который заказал ту реакцию тебе говорю огроменное спасибо спектр и заранее прошу прощения как бы эта реакция должна выйти в понедельник должна была выйти да но из-за того что у меня вырубали интернет не свет кстати не свет а интернет у меня долгое время не было интернета и из-за этого я даже вчера выпустил реакцию который год прикинь даже больше года о чем я вообще говорю как бы то есть это вообще жесть какая-то друзья моя жесть какая-то и сегодня будем смотреть прекрасного пандочку который вот вышла вышла новая да хонка старра лорайл какая-то девонька да и он сразу же ну не в то же мгновение но сразу начал разбираться кита гайды снимать и за это мы говорим панди огроменное спасибо я точно не лагаю не могу подлаги что я снимаю через кстати вебка скоро тоже будет так что так же и стримы скоро тоже будут ребята ой чё там будет друзьям и мы сначала сделаем стрим легендарные лан там это потом в телеграме телеграме разберемся сейчас в обку дождусь и все будет да хотя некоторые не любят стрим в том числе спектр да ну ладно разберемся спектр я все равно люблю я люблю твои заказы как и все заказы любых людей кстати да и никого не забыл а то а парень написал где мои опенинги да я заказывал опенинги но очередь такая огромная что извиняюсь прошу прощения но я никого не забыл все будет сделано ребят все будет сделано каждого целую каждого целую вообще но сегодня у нас панда называется ролик дзюли сильнейшая мечница гайд сборка пивки как играть ребят мне это все не нужно но я буду смотреть и восхищаться этой красой и харизмой панды само собой конкой стараял я лайк поставил спектр тебе нравится вот это да ляпота какая пост так ляпотища то какая ну согласись ты испытываешь оргазм хотя я понимаю но ты все равно испытываешь оргазм однозначно согласись это там согласись испытываешь так запись идет все нормуль все нормуль это я проверяю на всякий случай а то у меня иногда бэбка из то что на телефоне снимаю не там как с угла и бывает так подлоги могу зависть это я ну чтож а переключаемся вот сюда я ты какая панда спасибо за годноту сейчас мы будем тебя смотреть и разбираться значит встречает наш нас собственно панда прекрасный прекраснейшие это спада но это котенок и панда одновременно своей фуражкой уже знаменитой до отсылка джо джо я так понимаю да но здесь могу критически сильно ошибиться так что за это извиняюсь сразу ну и в принципе видим нашу очаровательную девочку в каком-то морском изобилии где-то на в морском парке находится наверное сзади мы видим невероятные растения как будто вам морское дно да я не знаю интересно интересно какая то так сказать а вот еще и команда была здесь ля ты какая фу сюань тут тоже имеется лоча уф ну ладно поехали всем приятного просмотра лайкосик подписка с вашей стороны будет приятно кто любит конка и старая напишите об этом конечно же и найдите напарников так сказать в чате заходите мой телегу там люди тоже любят эти вашего такие игры и не только такие разнообразные игры let's go поехали всем привет ребята да привет я соскучился я реально соскучился по нему серьезно говорю а на днях ханка старые ли у нас вышла некогда сильнейшая мечница целью и сегодня я хочу поделиться вместе с вами своими впечатлениями опытом игры потому что я ее помусолил достаточно много поэтому сборочка фишки ну и конечно же в конце по классике будет практика давайте начинать некрасиво почему никогда он акцентирован этого никогда было а сейчас кто-то другой данной элите стоит вышки или как-то работает напишите если есть эта информация будет интересно знать что никогда почему нет почему не сейчас почему не в данную секунду почему не в данное мгновение ли не знаю я какая ну блин она она шикарная и как говорится фигурка хороша и волос идеальный и акробатика я бы с ней с альтухи тоже знаете ли бы поделал друзья мои дети вот можно оценивать в мелких деталях проработку персонажей в конкастер алипс 3 как постарались только вкусно а эти глаза ребят мы тонем в эти глазах реально мы тонем казалось бы озерка маленькая да а ты заходишь него и просто сразу ну выше головы вода вот настолько это энергически захвачивать захватывает она меня этими глазами этими ресницами этими волосами этим костюмом этим невероятным черт возьми ну цветочком она цветочек сама по себе и плюс еще здесь цветочками с но как иначе то а как иначе то хороша красиво принцесс принцесса идите просто посрещен там сделал просто одним ударом нам больше 4000 урона нормально и сразу постараюсь ответить на самый популярный вопрос стоит ли лично вам крутить целью ну мне кажется в кастроли все так сказать распределяется по интервал интервалом да то есть в определенные интервалы времени какие-то персонажи нужны в определенный интервал времени они не нужны то есть все балансировано распределено хорошо то есть где одни сильные там другие слабые где те слабые здесь они будут сильны в другом месте то есть не факт что для чего-то она пригодится а потом спустя какое-то время она вам обязательно пригодится что босс какой там другой станет там нужен будет чел который похож на нашу девочку да я думаю это как-то так работает он скажет что кому нравится тот пусть выбивает кому не очень там на данный момент да на данном уровне она нужна то не выбивайте ну как тогда сейчас скажет ну посмотрим но смотрите если вам нужен хороший крио дд который при этом наносит массовый урон еще так она и собирается очень легко потому что крит шанс нам дается с трансформации трансформации крит шанс дается прикинь нормально надеюсь это годнота и легче выбить плюсик сверху если у вас есть блэйд это вообще какая-то невероятная новая синергия под синергия связка отличная получается но мы знаем блэйд это лютый тип а может целью кушает хп наших союзников а блэйд как раз таки и хочет чтобы его кушали блэйд любит когда его кушают я извиняюсь конечно же этот истерический смех ну как то так пассивка будет работать у блэйда намного чаще по ты моя прелесть посмотри как она в игре смотрится это просто на нее как хорошо то я не знаю я один сейчас просто испытываю истинное наслаждение где-то в грудном своем окончании хочется пройтись прогуляться с ней хорошо спектр что думаешь вот вот именно по визуалке вот и такой зашел и груда трейлеру видел так далее как тебя на визуалка мне она нравится но я не скажу что она самая милая симпатичная и так далее ты ты знаешь кто у меня самый симпатичный и милый но она тоже же хороша как и любой персонаж конка старали нету минусовых типа типа и типа вот тут реально мы мы хотели найти со спектром уродов уродин и красивых персонажей он к старой вот хоть тресни нету таких ну хоть тресни нету есть может быть какие-то персонажи которые не так выделяются но сказать что они там некрасивые или уроды хотя я уважаю любого персонажа любого человека людей вообще нельзя судить там по лицу и так далее все рождаются там со своими дефектами и так далее то есть все красивы сами по себе с рождения но я говорю про персонажа игры здесь чуть другая ситуация да и вот реально мы со спектром мы не искали со спектром я сам себе искал да и я не нашел серьезно как есть не пизжу все как есть я не нашел ни одного некрасивого персонажа если спектр или у кого-нибудь у вас из вас есть такой скидывайте в группу их порта да там в предложку или же там есть сообщение может туда прям скидывать либо в телеге у нас есть чат можете заходить подписывайтесь и так далее кому это интересно может туда скинуть вот некрасиво персонажа и сколько старой если вы найдете его то я похлопаю и аплодисменты вам дам серьезно потому что я пока не видел ни одного некрасивого последно это это искусство это это просто восхищение это ну ребят посмотри хоть один минус не найдешь хоть один минус найдешь у нее именно по внешней нету ну нету там внешний минусов вообще никаких вообще никаких нюансом да есть конечно в этой бочке меда ложка дегтя опа ну-ка ну-ка где ты насолила и эта ложка дегтя классическая для многих персонажей хангаста рейла я говорю про автобой потому что автобой с вами церемониться не будет он видит что у вас накопилось ульта на цену он сразу использует ульту получается не очень в автобою себя проявляет да сразу выплескивает все накопленное да нельзя это никак контролировать да я так понимаю ну может быть это и минусы шарил в этом я бы сказал да или нет нет или да но я думаю наша панда шарит конечно же да и получше меня уж раз в миллиардов тысяч сотен да так что я конечно же доверяем еще бы ему не доверял также вы не хотите использовать обычные атаки за целью автобой хочет и никто ему не запретит никто не запретит реально вообще ребят почему вы играете с авто играйте вручную да бывает и такое но при всем при этом даже с автобоем целью будет проходить контент и на практике я вам это докажу сюда бляха муха как бы есть минус но этот минус перебаривать все просто она автоматически все равно будет проходить то что вы и поставите прикинь докажет на практике это все покажет дезодоминирует и черт возьми продемонстрирует так что я верю панде еще бы ему не верил ну а что в итоге то ски моя скромница вот так вот сидит видишь вот так вот офигенно космосе космическая леди я солидно почему реальности таких нет есть конечно просто я наверное плохо смотрю стоит крутить целью да или нет четкий ответ я вам скажу так ребят если вам нужен сильный основной крио д д то целью конечно же и это ваш выбор под кому нужна тот крутит кому не нужна тот тоже крутит уж такая грациозность должна быть вашем инвентаре запомнить потому что я подольше за нее поиграл ну и правда был дежну невероятно но все познается на практике поэтому обязательно посмотрите последнюю часть с залами забвения ну ладно давайте разбирать способности я по способностям пройдемся на что она способна посмотрим ребятки забывайте еще не до конца выздоровел это неприятно базовая атака она конечно же красивая но особо нам не пригодится далее у нас идет навык и вот сейчас мы начинаем раскрывать основную механику нашей целю непостижимая зорница вил там было запитную умеете слов могут привести ладно лучше об этом не говорить смотрите базовый навык что он делает наносят урон и мы получаем один уровень сезиги когда целью копит два уровня сезиги она срывает себя повязку кстати повязка вот 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 это вот очень важный момент что не знаю то ли у меня у меня в голове кто-то спорит то ли нет но говорят что сложно с нее повязку это взять и там есть какие-то туториалы как там повязку с не снимать то есть я ребят шоке и правда это или нет или я сам себе придумал знаете мне там свой собственный мир иногда в голове я в этом мире иногда такие вещи черт возьми воспроизвожу что как бы саму стыдно потом становится правда это ли не только сглаз и становится нам я прошу прощения пандыш тебя перебиваю но эти грациозные арты я хочу за них наблюдать и смотри да посмотри на это прекрасная луна соответственно идеальнейшая женщина который просто идеальнейшим образом совокупляется с этим кадром и даю там невероятную энергию мы просто снашаем себя и просто черт возьми восторгаемся от этого много сильнее при этом получая разнообразные плюшки мы будем данный эффект называть трансформации потому что мне так просто легче произносить и в этом состоянии наш навык тоже усиливается во первых он наносит больше урона задевает дополнительные цели и за место очков навыков мы тратим уровни сизигии поэтому целью экономят неплохо очки навыков неплохо ведь согласись он как минимум 4 перри 4 часа перечислил до 4 тематики где она очень хороша это уже как бы неплохо до к таланту мы перейдем позже потому что это как раз таки описание нашей трансформации сверхспособность мы наносим урон задеваем соседние цели и получаем один уровень сизигии здесь надо знать то что ульту мы всегда используем при трансформации есть такая фишечка что если например у нас остался один уровень сизигии мы использовали навык но точно знаем что ульта у нас в этот удар я прошу прощения просто такие арты я точно должен смотреть звали навык но точно знаем что ульта у нас вот арт вот это арт уже ну понятно что игра идет но вот на мой игре встроены вот такие арты потрясающие блин это просто посмотрите на детализации вот хотя бы то что внизу вот эти руки эти невероятные льды бомба конечно вот конка стараю да куда идем так куда идем куда спешим то друзья мы столько контента невероятного хотя мне кажется люди которые играют конца старых конка стараю да они к этому всему привыкают уже не обращают внимание на вот эти арты и так далее или же обращают напишите на визуалку реально обращать внимание в 2к каком час 2к 23 году или же уже всем так плевать все уже это увидели все на это насмотрелись этим уже никого не удивить это лишь только экспорту сможет удивиться этому реально напишите будет интересно крайне интересно узнать если хотите конечно спектр вот ты обращаешь внимание на такую визуалку в самой игре или же ты уже настолько насытился что уже как бы ну не то будет интересно узнать в этот удар восстановится мы можем сразу ультануть и у нас трансформации не спадет так что этот нюанс тоже учитывайте когда будете играть руками далее у нас идет техника потому что к таланту перейдем плавно техника замораживает противников вокруг нашей целью замораживает вокруг неё понял в зоне достигаемости с ней лучше не стоять и ночью тебя заморозит кто бы хотел чтобы она тебя заморозила напишите ответить мы получаем энергию 15 единиц что неплохо также один уровень сизигии и кстати интересный факт что виртуальной вселенной роя легче проходить испытания игровые да где надо там свинок бахнуть либо вазы разбить потому что вазы разбиваются буквально от этой ауры а свинки просто замораживаются и стоят на месте причем такие вот задания запомнили с ней выполнять вообще как нифиг делку что она автоматически это все делать даже напрягаться не стоит представлять техника то балдежная получается да ну и талант и это как раз таки основная механика но мы ее называем трансформации да по факту и это спектральная трансмиграция спектральная спектр даже к тебе здесь уже отсылаются спектральная спектр хорош хорош панда хорош спектр респект ё-моё как я сам шоке панда вергиния тоже шоке когда мы получаем два уровня сизигии мы трансформируемся об этом я уже говорил наши действия продвигается на сто процентов вперед то есть наша целью еще расходит грубо говоря мы получаем на десятом уровне 50 процентов крит шанса 50 процентов неплохо да но было бы 75 процентов было бы наверное аля кручно много далее что у нас происходит при атаках мы кушаем хп наших союзников и чтобы максимально разогнать силу атаки целью с этого как-то сказать мукбанга да наверно так надо чтобы у наших союзников было десять тысяч пятьсот хп и вот тогда в этом состоянии мы и используем все наши способности чтобы максимально наносить урон за нашу целью короче надо чтобы некоторые факторы совпали без них так сказать она хороша конечно но все-таки если факторы некий совпаду то извини эту девочку крошечку не остановить и понятное дело когда уровни сизигии у нас спадают то и трансформация тоже уходит по следам здесь есть о чем поговорить потому что смотрите опять эти следы какая сложная теорема началась а вот это вообще сложная загадка для меня основные следы конечно же мы качаем то есть в трансформации у нас сопротивление эффектом выше нас сложнее за контролить далее в трансформации у нас ульта наносит больше урона кстати еще и сверху поэтому трансформации всегда пытаемся использовать ульту ну и последнее что нам дается если мы используем навык но не усиленный не в трансформации то наше действие продвигается на 10 процентов вперед 10 процентов но них у крым у крыта кто на них у согласись 10 . по прокачке качаем в начале что навык да потом качаем талант и ульту и в самом самом конце можно прокачать для красоты базовую атаку потому что по факту нам она не нужна ну так для фэн-шу это можно кстати по для большого все можно маленьким кругляшек am тоже все интересно потому что у на целью получает еще и скорость то есть скорости можно в 100 так собирать меньше чтобы добиться либо 134 чтобы два раза у нас ходить например залах забвения либо хотя бы более менее удобных 121 скорости тоже будет нормально ну и крит урон мы тоже получаем с маленьких шариков поэтому обязательно прокачивайте лишь а вот эта штука вообще сложно прокачивать спектр напиши или кто-либо другой просто всегда интересно было на это много времени надо потратить чтобы вот на фу прокачать вот все вот эти кружки с ним это не будет ну а теперь давайте поговорим о реликвиях и планарках давай поговорим целью это такой персонаж который может комфортно использовать и полный сет охотника ледникового леса потому охотник ледникового леса ой потому что мы криво урон усиливаем после ульты еще и крит урон усиливается это очень хорошо но также комфортно использовать и 2 на 2 там не шибко далеко это ушло друг от друга то есть охотник ледникового леса например два куска два куска стрелка дикой пшеницы силу атаки нам будет давать ну и два куска вестника потому что можно было опять же да то есть по два куска с каждого использовать до поставить и все это так сказать а сформируется во что-то единое целое звучит кстати неплохо да но как на реализации можно ли так делать или нет но он говорит может значит можно я нету сомнений ему не верить да как бы панда как бы годная вещь это говорит так потому что скорость никогда лишней не бывает если нужно добрать комфортное значение можно вполне и это использовать здесь больше решают дополнительные статы где вас дополнительные статы лучше то и одеваете либо полный сет охотник ледникового леса либо миксуйте два на два с полезными статами далее у нас идут план арки ну и конечно же самый жесткий самый мощный самый красивый вариант и это звездистая арена потому что ну крит шанс мы получаем вроде как сложно 70 процентов крит шанса набрать но из-за того что в трансформации на десятом уровне наши целью получает 50 процентов крит шанса вообще не сложно и вообще не сложно блин у какой же панда умный ну почему он так он как так можно быть умным вообще прикинь в этой игре прям все знает верно нет отрасли в которой в этой игре он не шарит он дойдет любой уголок этой игры пожалуйста все знает все расскажет везде поведают и все это простым языком для игроков которые играют конка старая мне как так работает невероятная панда вообще годный контент делаешь продолжай в том же духе не останавливайся пожалуйста интереснейший контент были ну и прослушаю наслаждаюсь от его речи и от всего как он вот простыми словами говорить да мне не просто потому что ну я где я и и ханка старая игра да это разные параллели я ни разу не играл ну вот почему-то я абсолютно уверен что каждый человек тот ну хотя бы хоть чуть-чуть разбирается конка старали да для вас абсолютно все крайне понятно и вот он все что сейчас говорит да годный совет советами так сказать пользуется чтобы вам не копошиться в этой игре да так сказать лишнего не делать все используйте как он говорит ему точно можно верить конечно он даже говорит да там пробуйте меняетесь реализуетесь и так далее да пытайтесь сами там что добиться но если хотите то используйте мои навыки и это же лично его мнение не что это лучшее да что есть можно может быть ваш ваша связка ваши вещи которые вы сформируете будут лучше смотреться до какой-то определенной ситуации но я абсолютно уверен что каждый кто играет конка старая абсолютно легко понимает его согласиться или нет с ним это уже дело каждого конка старлиста да но мне кажется для новичков этот контент прям вкуснотища лютая конечно и при этом у нас урон от навыка повышается потому что навык это основа наши целью он наносит очень много урона и мы часто в трансформации усиленный навык используем на втором месте если уж нет звездистой арены можно одеть салсота примерно то же самое но тут усиливается у нас бонус атаки и ульта также надо меньше крита чтобы это реализовать до урона будет больше сульты но как вариант если есть хороший кусочки можно третий вариант если уж двух этих у вас нет то это станция да потому что станция это классика на многих персонажей мы получаем сил атаки и если скорость у нас не ниже 120 или равна 120 то сил атаки дополнительно сверху усиливается вот of 3 есть по 10 выбирайте у кого что есть и все и не парьтесь нас но я бы отдел звездистую арену ну а теперь давайте пройдемся по статам в артефактах как пройдемся почему нет и же дополнительные статы нам стоит искать так есть шляпы разновидные нет есть разные абсолютно я просто ломаюсь в этом мире этот мир не для меня ну смотрите крит урон крит шанс если крит шанс надо добрать конечно же далее у нас идет скорость и атака вот это все что нам нужно в дополнительных статах вот в этих нижних далее сколько можно нацепить этих слотов тоже интересный вопрос дело у нас как правило идет на крит урон сколько же нужно набрать крит шанса чтобы целлю себя комфортно чувствовала но смотрите ребят где-то 40 с плюсом крит шанса будет нормально 40 45 до примерно так плюс-минус я бы сказал от 40 до 45 учитывая еще разнообразные бафы потому что если у нас есть фу суани в команде она еще и крит шанс будет сверху бафать то есть учитывая все нам надо чтобы наш крит шанс за сотку не выходил то есть мы в уме на десятом уровне нашей трансформации плюсом 50 процентов лишь вот такими маленькие детали очень много вам дают то есть уме держит что на хобана после десятого уровня расчехляется и все то есть вот тут вот так вот намного да легче когда ты знаешь проиграют я ничего не знаю и были ну только пару там персонажей реально 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 можно игра конечно я в шоке вот чтобы вот это дело у нас за сотку не выходила то есть сейчас у нас вполне комфортный крит шанс на целлю хотя здесь наш целлю использовать два на два кусочки просто хороший так что на крит урон как правило но если у вас там вообще по нулям крит шанса можно и крит шанс кусочек одеть с хорошим крит уроном лишним точно не будет друзьям если нуляха одевать но это достаточно редко будет далее у нас идут ботинки и здесь я вам советую ребят один в кафтена как и тала лапчи танки бля какая например я не знаю просто тут каждая за что-то ответственно то есть здесь не получится просто на красоту выбирать здесь абсолютно неважно красота здесь важно свойства каждой шмотки понимаешь то есть думайте сами решайте сами и слушаем профессионала я бы лично по красоте выбирал но по красоте я бы выбрал народ эти красивые кроссовочки да вот во втором ряду вот мне нравится вот вот эти вот а так то все хорошо выглядит я не знаю ну каждая ведь отличается от каждой вот это вот самое главное слож сложка девайте ботинки на скорость потому что комфортная скорость ну многие говорят что 134 слишком много чтобы два раза у нас ходила наша целью в залах забвения ну смотрите 121 это более менее комфортное значение более-менее но мы стремимся если к идеалу то к 134 конечно к идеалу друзьям и без этого никак то есть либо 121 ну и нормас будет либо 134 ну и вообще балдеж здесь немножко мы 134 вроде как не добрали давайте посмотрим 130 ну и так сойдет далее у нас идет кругляшек он всегда на ледяной урон и веревочка всегда мы берем на силу атаки потому что казалось бы на восстановление энергии вроде как тоже хорошо но ребят и это не так многие игроки посчитали и веревочка на силу атаки себя лучше чувствует вот так вот друзья мои дули об одном на самом деле все по другому понимаешь люди игроки посчитали как нам панда говорит час и доказали собственно да что это веревочка будет получше чем что-то другое вот так вот так вот думать сами думайте сами вам профессионал говорит об этом я так понимаю это из-за того что мы ульту стараемся использовать именно в трансформации поэтому нет смысла много набирать восстановление энергии потому что по классике за трансформацию мы можем использовать одну ульту без разницы будет тут веревочка на силу атаки либо на восстановление энергии ну как-то так это работает ну а далее у нас идут китовые страсти вот они те самые китовые страсти от которых я реально страстен сам эйдолоны ну честно вам скажу целью это основной дд ну и понятное дело так или иначе созвездие урон то нам дают но если вы спросите меня что лучше крутить сигнатурку либо c1 я бы покрутил сигнатурку сигнатурку для нашей девочки крутить нужно поняли вот так вот сигнатурочку вот честно вам скажу потому что c1 ну да сильно крит урон мы получаем плюс если у нас остается один противник он будет получать больше урона от нашей целью конечно редко бывают такие сингл таргет боссы но если он остался у шатин многие подсчитали урона будет больше причем намного но все-таки я бы сигну выбрал но крайний шанс да мал что вот тот босс или кто там да будет так что он выбирает чуть другое c2 после использования ульты наш усиленный навык наносит еще больше урона хорошо ну конечно хорошо далее у нас талант и что еще повышается сверхспособность ульта и талант на отлично четвертый эйдолон нам дает дополнительно силу атаки при поедании хп у наших союзников неплохо неплохо поел хп-шечки союзника бам-бам пим-пим хп-шка поднялась хе-хе шалей для хитрая какая у приятно ну конечно же приятно пятое это получается навык и базовая атака и шестой эйдолон он реально очень жесткий ребят шестое шестое надо брать тоже жесткая тема какая-то во-первых когда мы входим в трансформацию мы получаем один уровень дополнительная сегизии у нас становится не три уровня сегизии а 4 уже уровня сегизии также в состоянии трансформации крит урон у нас повышается еще сверху просто на 50 процентов поэтому я говорю тут так или иначе все эйдолоны нам урон-то дают тут все зависит от чего зависит но от кошелька зависит то есть надо вложиться то есть в этой игре ну не то что вложиться надо очень много и либо играть его вложиться додумать сами решать сами но вот он прям здесь говорит то есть ресурсов нужно достаточное количество но что поделать да хотите сильных персонажей пожалуйста играть кошелька немножко вас ребят напугался эйдолонами согласитесь но прям очень испуганная прям боюсь не знаю вам было страшно друзьям это хонка стар играет не все так плохо поверьте мне даже без эйдолонов целью будет разваливать контент понимаешь даже ей не нужно вот тату тут оксать последнюю частичку до собрать она и без него разваливать будет то есть выбираем оппонента все и собираем команду и бежим кстати разрываться уничтожаться и так далее то есть она разорвет кого угодно друзья мы не думайте что если у вас нет той вещички то вам будет как-то сложно ни в коем случае все нормально будет справитесь справитесь друзьям и я верю в каждого из вас на серьезно просто нет предела совершенству я именно об этом говорю но давайте конусы цветовые что лучше всего брать ну что ну понятное дело сигна и это топ-1 какая классная карта он дает и крит урон дополнительно усиливает нам атаку мы игнорируем защиту противников не это прям вершина но не все так плохо потому что о падении иона это конус который можно забрать виртуальной вселенной герты так еще сделать 5 себе наложение данный конус на пятом наложении отстает от сигны на 15 процентов ребят посчитали и вот сами подумайте 15 процентов много это или мало да мне как достойно достойно ну прокнет прокнет ну когда-нибудь да прокнет да не часто но все же все остается на ваших плечах сами решайте ребят на третьем месте у нас идет сигнатурка клары что-то незаменимое потому что дает нам силу атаки немножко подхиливает и еще урон разгоняет баланс да то есть и того дала и того дала и того дала то есть нормально но я бы на вашем месте лучше бы падение иона пятого наложения поставил вообще было бы круто так что еще интересного можно поставить на нашу целью но наверное вам интересно по четверкам смотрите тайная клятва очень хорошая четверка для целью потому что просто разгоняет нам урон и причем хп наши целью очень часто будет на максимуме поэтому пассивку нормально можно разогнать далее я бы отметил под голубым небом сила атаки повышается и крит шанс разгоняется но надо вот этот открыть шанс тоже учитывать когда мы балансим нашу целью а так вариант очень даже хороший короче надо это просто так внедряться так запариваться так реально продумывать абсолютно каждый ход потому что каждая карта влияет на что-то определенное то есть если что-то не так собрать да что-то не то вставить не те ботинки не ту шляпку одеть то можно кстати реально в конце там на самом сложном боссе не выполнится и реально реально позориться в этой игре потому что вы сольете там какому сильному хотя не знаю является ли позором слиться в этой игре наверное никто не видит тоже не онлайн игра это игра где вы один по-моему бегать хотя я могу ошибаться на моем свою банду собираешь да не за к из тех кто у вас есть там в инвентаре и там уже папа то есть не в онлайне происходит но если в онлайне тоже весело хотя хрен знает напишите если у вас есть такая информация ну факторов очень много которые очень сильно влияют на тот или иной исход понимаешь не так простая игра как кажется не так просто я бы конечно же выбрал о падении иона вот эта картинка похоже чем-то на как будто бы есть луна до красная как будто бы за этой луной какой-то не знаю жук жук или паук своими клешнями просто эту луну так раздавляет да только это скриншотом сделал не знаю у меня вот такая ссылка ну как жутковатая карта на самом деле но пофиг на рисунок главное что она именно делает 5 наложение и вообще не парился если у вас есть вопрос по поводу сигнатура к блэйда и даньхена как они себя чувствуют ну статы то они дают но пассивки работать нормально не будут ну а теперь ребят давайте соберем группу мечты для сейчас он банду соберет блэйда там будет кто еще кто будет еще друзьям и кто на кого ставите наши целью и самое главное что надо понимать чтобы ваши персонажи держались на плаву все-таки целью немножко кушает хп наших союзников поэтому хила но желательно брать в команду силы ну конечно же величайший хилл это лоча от лёча ля ты лёча какой неподичный молодой гражданин человек вау отлично сюда подойдет можно поставить ты моя чулечка прелесть такой маленький болючка какая 80 уровень его делю какая рогашки как лосенка кого-то такая лосерка такие маленькие глазки ставить байлу можно поставить наташу наташа просто ты наташ конечно ну красивыми игрок он как старый нет уродов ну реально серьезно какие нахрен уроды хонка старали там даже гоблины плохие оппоненты все равно красиво выглядят я в шоке можно поставить рысь какая ты прелесть офигеть то есть любой хилл который вас прокачан вполне подойдет для нашей целью две девочки у нас здесь в банде собрались уже но он мог взять парня того до который топовый она выбрал эту девочку ну хорошо хорошо мне пока нравится эстетично как они выглядят красиво далее мы стараемся брать хорошего персонажа поддержки броня и охладительный напиток мне бы здесь но мне охладительный это вода теплая что я прибавляю а там вообще симпатичная леди конечно вау какая грациозная походка я уже это буду наблюдать наверное сегодняшнем геймплее это будет отличный вариант потому что брони продвигает нашу целью вперед так еще и урон разгоняет второй вариант отличный и это серебряный волка вот она друзья мои помните смотрели по ней невероятно трейлер мое почтение солнышко ведь так идут эти фиолетовые цвета войдет уже в склад возьмем особенно если надо дополнительную уязвимость на противники получить кроме серебряного волка никто больше с этим не справится хороший вариант и это пела пела целый да умненькая какая-то мадам да девонька умная во-первых она защиту понижает во-вторых четвертый идолон еще сверху будет понижать ледяное сопротивление цель как красиво фигурирована каждая ее так сказать какая-то вот и головная часть да и шейная дело так далее на одном арте на одном так сказать осколки мы видим фул лицо да с этими очками на другом осколки когда она так сказать без очков какая же филигранная работа с этими артами от разработчиков друзья мои но это же просто восхитительно ну изумительно прекрасно превосходно потрясающе не знаю папарацци и так и должны бегать фотографировать их что этот звезды ханка старайл офигеть но они идеальны то есть мы будем наносить больше ледяного урона а наша целью это ледяной персонаж тюнь-юнь будет подкачивать ульту для любит ветерок дороге зеленые невероятные глаза ушки такие ой 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 и у меня даже имя теньюнь какая-то гармония реально только живешь он к старали идеальных персонажей красивых открыт просто глаза хотят вылезти обнят а потом обратно кстати переместиться и уже в головном мозгу так обнимать бесконечное количество времени но невозможно и бафать далее конечно же аста будет вольт это аста друзья мои посмотри такая простенькая ну смотри какая пушечка у него в руках да у ее боюсь себя выстрелит да и сама не улетит от этой волны или же она такая сильная не знаю такая на вид ну такая вот хрупкая прям тронешь и она становится поломается нет ну здесь не все так не все так она 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 должна быть сильной стойкой мощной ну вот реально такое впечатление что она реально как хрусталевая девонька да какая-то не знаю почему мне так кажется нежная как будто бы надо охранять она сама ныра в бой лезет да прикинь прикинь я в шоке нам разгонять скорость юй кун будет да ой я куль вот это уже серьезная леди вот это вот вот это допустим уже мне будет так что и нужно защищать мне кажется вот она как раз может а папе пим делать да июй июй кун кстати разберется открывать криты вот что-то из этого берите и будет вообще хорошо ну а после 3 девочки кто кто четвертый дни слот все зависит от вас либо брать надо 2 саппорта если с выживаемостью у вас все хорошо если с выживаемостью плохо то советую ну возьмите кого-то из сохранения то есть фусан доказал я ее 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 и но она вообще хорошо во всем просто во всем ну и сп мы будем кушать кпп у фусан будет чаще срабатывать ее пассивка но если забалансить фусан плюс например рысь там хила взять то вполне и это играбельно плюс фу сань будет сверху еще разгонять статы для нашей целью крыты накрыть шанс можно будет как-то по-другому немножко забалансить статах мы совсем недавно смотрели с ней просто это не ратный трейлеры я она она просто грация гепард тоже неплохо выполняется мальчик такой да вот смотри такой скромняшка но сильный сильно видно мощь мощь при чувствуется через экран да или же у меня галлюцинация нагнетание от него чувствуется разом что у него невероятно голубые глаза конечно да прям исключится из него такая невероятная энергия защитить девочек свою роль в данной команде да конечно целью будет кушать кп через щиты но это не критично особенно если мы хила сверху то возьмем можно даже главного героя туда взять то есть что-то на выживание если вам не хватает также есть балдежный вариант один балдежный вариант ну-ка взять блэйда еще сын о этот парень идеально бы вписал ту женскую компанию этот тип вообще не рата харизматичный мы видели с ним ролики да спектр заказывал этот тип вообще лютый конечно так что точно не затеряется и еще проявить себя ух как проявить да так что блэйда давай возьмем блэйда давай блэйда возьмем сверху потому что блэйд как раз таки хочет получать урон чтобы быстрее его пассивка активировалась и он наносил больше урона бонус атаками ну то есть чаще это делал по крайней мере а целью как раз таки кушает хп блэйда и блэйд получает уровни своей пассивки представьте мне нравится что они взаимо заменяют себя да и тем самым помогают друг другу да хотя как бы сосутся до поцелуи так нет игру в плане того что они кстати способности друг другу чуть пожирает пожирать этим сам становится сильнее бляхом ух оппоненты держитесь тут такая связка собралась у вас обескуражен ставляйте ну и вот как-то так из всего и этого разнообразия я советую вам группу и собирать ну чтож теперь красиво и плавно переходим к практике меня многие просили показывать новых персонажей именно в залах забвения по давай показываю конечно же я не знаю что такое но показывай 10 забвения я посмотрю сейчас начинается геймплей давай посмотрим как играться будем мы сегодня мы солим 10 зал забвения самый топовый самый сложный да где обычные ребята не могут справиться где только скиловики до теперь разбираются в кастарли орали могут сказать до играть посмотрим первое прохождение у нас будет на автобое и более-менее такая нормальная команда конечно мы гепарда давайте возьмем потому что здесь главный герой но не совсем одет добавим сверху немножко теньюнь немножко рыси ну и конечно же нашу целью пас нормально нормально это кстати приготовка хорош смотрим что она сможет на автобое показать сразу вам скажу для второй команды комфортно будет где-то 20 циклов оставить 20 циклов неких прикинь то есть повторение 20 очку интересно что это обозначает после первой части ну я надеюсь что они с этим справятся давайте смотреть то здесь вообще без разницы как а есть доля рандома в этой игре то есть слушай да то есть вот он собрал до невероятных склада оказалось бы на бумаге ну все разъем никому шансов не будет пощады никому не будет все на бумаге ты просто сквад безумцев до кончено они просто кончилы да просто разорвать все что движется не движется но бывает частичка рандома такая что ну вот вот не получится все равно вот просто просто вот оппоненты не знаю настолько имбовые до что в этот раз да когда он запустится вот не получится или же такого не может быть в этой игре и доля рандома не работает и всегда прокает если у вас кого топовый напишите это очень важно просто в самой игре и если такая система есть до доля рандома это же интереснее да по сути хотя наверное проигрывать обидно да когда вы собрали типа full squad который по идее должен разорвать разного размажить разнести до оппонента вот этого да против которого вы идете на десятом вот этом знали забвение обряхом ухода а тут бац и вы не можете ничего сделать может ли быть такой или же нет вот крайне интересные вопросы задал вам надеюсь ответить спектор я жду кого брать давайте что-то придумаем вот такое поехали я думаю что даже вторую половину проходить не будем потому что поверьте мне они такая музыка классно и пройдут так у нас забав и пошли уцелю кстати вот она прелесть интересно работает вот эта аура даже если мы переключаемся на других персонажей имба понимаешь даже ей не играешь от нее способности идут прикидь видите такой интересный момент тоже присутствует поехать а в тобой смотрим что он сможет нам показать это что за пингвин скунсты кто вообще такой люди интересны цвета у него и будет ли он делать ошибки интересные животенки здесь конечно он как старали интересные надо обращать внимание вот на эти уровни сегизи вот сейчас он хорошо отыграл навык какая она быстрая молниеносная молния просто шаровая папа прибил и не успею за эти башья не успевают за это играться она очень хорошо двигается ребята серьезно смотрю сюда просто камера может иногда помогать и я смотрю очень сильно на поблагивает или нет снимаю через оба искусстве что как использовал далее ульта ой хорошо пошло ребята обратите внимание на я обращаю внимание этот урон я обращаю внимание не только на урон я вообще ухи руки на стол друзья мы руки здесь руки здесь друзья мы серьезно говоря они тут они аккуратно лежат здесь урон просто лютейший причем я не обращаю внимание я хочу обращать точнее внимание нашу главную персонажку будут все настолько красивые хороши что я хочу вы обращать внимание на всех вообще понимаешь на игра конечно смотреть на нее прекрасно давай раз малышка просто подбежала шалопах отдала бляхом их убежал взрыв пошел гепард просто будет вешать щиты и держать наших персонажей блин я хочу артами рассмотреть на плаву и это вот единственная его задача можно вполне поставить прокачанного главного героя он тоже справится с этим делом почему видел забоялся там скультик бы нет особенно если его полностью в защиту собрать давайте раз сто сорок шесть тысяч а сорок шесть мне сначала думал показалось но мне не показалось панда тоже это заметил и охренел одним словом и ресурс это это какие-то бас условные вещи и то что это происходит это точнее исключительно из правил даже такой урон бабахает но может быть от стабильно конечно 140 тысяч полица 40 тысяч а сколько рекорд мировой сколько мировой рекорд одного удара командой вау идеальный заморозок вышло офигеть а кто-то и на 1 согрел целью ты чё творишь капец наш парень тоже панда удивляется на лиц рите перед то что он играет очень много но наверное по времени он все равно удивляется с играем него вызывает постоянно новые эмоции прикинь панда все увидел в этой игре и он все равно удивляется вот насколько грациозная эта игра как и наверное многие игры в принципе дарят эмоции мой казалось бы он все в ней видел но все равно новая 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 и 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 следующем действии используют умение поглощение черной праны что за праны что такое праны давай гепард раз заморозочка прошла далее у нас теньюн пока что претензий у меня нет к автобой и обратите внимание сейчас автобой воспользовался фишкой то есть он успел под конец трансформации еще и ультануть мы получили в конце шарик и трансформацию нас до сих пор работает на неплохо очень достойный достойный показатель черт возьми да то есть вот об этой фишки я вам рассказывал до видосе уже ничего ся в тобой а ты честно говоря впечатляешь но могут быть моменты когда в тобой немножко посыпется хотя честно вам скажу даже если что-то в тобой сделает не так все равно пройдем ну лишь он не сомневается в складе то есть у него есть у гарант что он пройдет даже если автобой так пойдет там не по плану нормально будет он уверенный я верю верю он пройдет вот сейчас я думаю что наверное автобой у нас ульту не особо грамотно до использовать или грамотно рома ты еще как-то причина профессионал и но если сейчас грамотно использует и конечно шоке буду то есть грамотно ну тут зависит будет ли ульта да у автобоя мне вот сейчас хорошо использовал хорошо использовал то есть мы вошли в трансформацию потом у нас пошла ульта все как надо капец она просто доминирует просто доминирует и к ней даже не до коснуться все как надо 153 тысячи урхан это вообще адекватные цифры 140 150 для дальше что 200 тысяч будет что ли я даже не знаю как это комментировать у нас автобой просто разносит контент вот и все зачем ручной режиме слева в тобой они там всех разносит берите такую же тему с такими же способностями все разламывайте надевайте ботинки шляпы используйте там вот эти шесть щупалец не знаю всей громите все я думаю что все это благодаря еще и тень юнь потому что тень юнь нам заливает энергию и поэтому пилюлечка автобой может более грамотно распределяться ультом эти раз хорошо но немножко осталось доиграть неужели у нас останется больше чем 25 циклов но я в это вообще не поверил ну игра игра ты 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 прошел игру получается ты прошел эту эту это же разнос так это раз ёб естественно причем это сложнейший зал забвения ребят то есть вот важнее этого ничего не да так то есть в этой игре контента нет сложнее чем вот 9 где он сейчас находится то есть он собрал настолько жесткий склад что он просто доминирует даже на самом сложном уровне да я правильно понимаю да то есть и пока что в этой игре ничего сложнее не придумали неплохо сложнее да у нас трансформация еще работает благодаря тенью мы использовали грамотно ульту ё-моё чё творит чё творит пада ты зачем напрягался ты просто пришел и развез как детей на автомате на автоматическом уровне я даже напрягаться не пришел не пришли не приходится приди да ты хорош и хорош красавец то есть друзья мы вот вам годный пример квадок или просто не чувствует абсолютно никого берите себе на вооружение вот этот вот не сквад четверку вот эту и все без шансов самый последний сквад десятый зал забвения просто чувствуется как первого разносят до 26 циклов осталось он говорил если меньше 25 если больше 25 останется он не поверит в это 26 даже перебор вот что это видел он сам шоке парень стать думает я вообще в шоке я сам шоке ну ладно давайте второе прохождение опять таки тоже на автобое но на этот раз поиграем с блэйдом покажу вам как блэйд и целлюз это сочетание будет вкусная так понимаю это даже и не понимает я знаю читается да давайте у нас что-нибудь разное будем брать для удовольствия да допустим наш парень уже не беспокоиться он просто понял что насколько здесь легко да даже на самом сложном уровне рандомно берем к нашей девочки связку и наташа не знаю дед тут или нет и так сойдет даже если не одета просто разных персонажей посмотрим blade ну и допустим где целлю наша вот рядом с блэйдом кстати стоит вторая половина здесь даже не переживайте я не прохожу только потому что в этих ребятах уверен на сто процентов они просто пролетают контент ну не знаю так же ли жестко как целлю но вполне хорошо мне кажется админом надо задуматься над каким-нибудь и уровнем для которого реально черт возьми надо постараться то есть даже панди нужно будет попотеть чтобы пройти тот уровень разработчики думают об этом или пока что достаточно контента напишите так проверять мы это конечно не будем так забав пошел сюда далее у нас целью мы помним что аура работает даже на других персонажах и закрываем blade как он порезал или она очень дам поехали так наташа а и наташа здесь раздета ребят без артефактов нормально все будет справишься ёма ё-моё а может и так сойдет 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 хотя я не знаю но это где-то самый сложный уровень я пхп вижу ладно и так сойдет как-нибудь зажарится ребят ничего у нас прожар пошло полным ходом тут фусань есть фусань будет держать на плаву я надеюсь не зря фусань взяли да давайте раз взрыв пошел в любом случае любые хилы здесь смотрятся хорошо как дополнение если хила вам не хватает берите наташу рысь байлу лучше все что у вас есть до лишним точно не будет так шутил всегда пригодится я абсолютно в этом согласен с нашей панды вот она просто она грациозность наш вот эта девочка обратите внимание вау когда у нас трансформации ходят целью мы даем один уровень пассивки для блейда видите у нас было 0 стал один сейчас целью еще походит будет 2 blade это комбо так ему еще плюс нормативку дают прикинь я шоке вот обратить внимание видите два из пяти поэтому мы чаще используем вот эти сильные бонус атаки за нашего блейда ё-моё я боюсь наташа не отъехала нет ничего нет наташа отдельца бляха в ухо ты куда пошла тут такой мороз блин надо надо справляться под защитите спасите ну укройте хоть чем-нибудь дайте дам ей кроссовки шмотку бихили тянанар особо не были что за соот нормально просто 600 они урон наносит по 7000 а понятно сколько урон им наносят там я видел какие-то цифры но не такие большие по тяжело ой тяжело надеюсь просто и выделять особо не будут вот вот сейчас ульту не особо грамотно в тобой использовал да ну иногда проскакивает да ну не всегда все стабильно окей то есть он использовал ту чтобы перейти в трансформацию но в любом случае навык-то у нас наносит огромный урон это да не но если тут наташа без шмота выдержит петка шок контент будет 4 мба запрещенка только не бей дата штук не бей только не бей наташу наташу не трогайте натали пожалуйста спасись так отхил у нас на футаме пошел раз всего минус рыцарь осталось только дева давайте броню моя прелесть броню сдать и потом папа пипа хп неужели не убьют не 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 ну ты не не надо выделять ты чё друг мы хорошо с тобой общались тут начал светиться ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Какое-то напряжение, да, в воздухе? Висит. Ой-ой-ой, Наташа, 300. А, во, подхилила себя. Таланты прокачаны, просто, я так понимаю, ничего особо не одето на ней. Раз. Два. Вот этот всемогущий глаз, конечно, жёсткий. Ну и всё, надо доигрывать. Давай, ну, ломай. Надо доигрывать. Вот видите, Блэйд отлично. Сын Люси нергирует. И мы прошли даже побыстрее в этот раз. Ну и последний раз, я думаю, что пройдём, скорее всего, ручками, да? Вот это уже интересно. Сейчас посмотрим, как панда ручками управляет. Я знаю, у него ручки, кстати, игривые, умеет. Или интереса. Что мы будем брать? А я не знаю, как... На свой вкус, бери, братан. На свой вкус, панда, бери. Вот тут брать будем. Давайте просто балдёжную группу, как бы я с удовольствием отыграл. На целью, да? Я бы взял всё-таки, наверное, рысь. Ну, Наташу не хочу пересобирать. Там артефакты на неё искать неохота. Циньюнь. Ну и, может быть, целью. Ну, что-то такое, да? Мне кажется, этого вполне достаточно, чтобы пройти контент. Нормально всё будет. Я уверен в тебе. Сейчас изи. Всё, поехали. Ну что ж, ребят, вы готовы? Я готов. Мы готовы. Вы готовы. Все готовы. Врываемся. Увидеть прямые руки пандоса. Давай, покажи, что ты не только, как говорится, языком красиво разговариваешь и мелишь. И на автобои вывозишь. Нет, ты можешь, бляха-муха, и ручками, вот этими ручками, бляха-муха, показать, на что ты способен. Сейчас себя провёшь так, что мы обалдеем. Смотрите, профессионала, профессионала, который не только, так сказать, умеет красиво разговаривать и давать годную информацию, но ещё, бляха-муха, играть умеет. Так что, готовьтесь. Сейчас будет попущение оппонентов в игре. Хе-хе-хе. Давай, панда, покажи мастер-класс. Покажи, кто тут панда. Покажи отца всех панд в этой игре. Не обещаю, конечно, но... Нормально, я верю. Мы верим. Но попробуй. Да не смесь, нормально, если будет хорошее настроение, залог успеха. Руки прямыми, конечно, не будут, но мы попробуем. Нормально, нормально, я верю, все верят. Ехали. Раз. Начинаю. Всё, давай. Хотя, честно говоря, автобой вот за все эти разы буквально пару раз ошибся. Поэтому, может быть, и нет смысла. Матрицу мы ставить не будем. Будем играть так. Матрицу ещё какую-то можно поставить. Потому что матрица два хода у нас в первых работает. Одиночная атака. Мы входим в состояние трансформации. Отлично. Дали у нас навык. Полетел. После этого ульта. Он быстрее. Он быстрее, чем автоматик работает, прикинь. То есть, человеческие руки, человеческие градусы, человеческий мозг будет быстрее робота, да. Ну, в этой игре, по крайней мере. То есть, посмотри, как быстро попал. То есть, роботам что-то показывали, картинки некие и так далее. А здесь он просто попал, 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 пих, пих. То есть, не знаю, он на чём-то геймпаде, на клавиатуре играет на телефоне. Ну, выглядит потрясающе. Обязательно. Ну, вот такой вот урон, ребят. Это жёсткий урон. Ну, не знаю, может, я чё-то не знаю, но жёсткий урон. Стать вам жёстко это или же нет? Да жёстко, жёстко. По мне, очень жёстко. Поэтому я и говорил. Ну, может быть, у автобоя и есть какие-то нюансы, да. Но для комфортного прохождения зала в забвении этого больше, чем достаточно. Просто надо грамотно целью прокачать. Вот если вы оденете хорошие артефакты и дадите конус иона, да, падение иона вроде как так называется, то будет примерно то же самое у вас. Так, чё, последний, да, у нас ход? Давай, давай, ну, заканчивай с этим уже. Матрицы. Давайте матрицу тогда обновим. Далее ультанём для души. Конечно, ручками мы медленнее играем, чем автобоем. А, ладно, серьёзно? Ну, я думал, что автобой медленнее, чем ручки. Оказывается, всё наоборот, да? Икпорт, икпорт. Синдромой кпорта, как всегда, жив, никуда не девается. Не забываем. Вот он он, да. Вот он. Ну что, ну, вот как всегда, туплю. Весит ли это? В разы. Ну, на то это и ручки. Так, раз. Два. Не знаю, стоит ли свинок сильно выделять. Они, конечно, дают плюшки дополнительные, но и так сойдёт. Бля, это свинки. Я думал, это скунчики. Айпорт, как скажет, хоть не смеяться самому охоту. Ну, что за скунцы-то? Это свинки. Просто цвет у них такой интересный. Необычный. Свинка, ну ты куда? Она в погреб. Мы с тобой так хорошо общались. Можно было, кстати, серебряного волка ещё сюда взять для интереса. Так, благословение, смотрим, работает у нас. Нет, уже вроде как не работает так. Благословение. А, нет, два хода ещё. Работает, работает. Раз. Урон пошёл. Далее, вот смотрите. Вот сейчас сработает данная фишка. Давай. То есть мы используем навык. Да? Тратим последний уровень сигизии. Но мы успеваем нажать на ульту. Фу, ни хрена себе там бабахнуло. И всё равно зарыл. Всё равно трансформация пока что работает. Мне просто показалось, что он зарыл вот этим вот смешанным каким-то ударом. Да? Офигеть. А, из-за переходки не сработало, ребята. Ну ладно, ну бывает и всё-таки человек, а не панда. Бывает такое. Ну, накосять очень. Ничего страшного. Из-за того, что была переходка, мы ульту-то не прожали. Но если бы не было бы переходки, дева осталась бы жива, тогда бы мы успели ещё дать сверху ульту под трансформацию. Ё-моё, пандос. Ну ты, конечно, профессионалович, сразу видно. Нет, ты профессионал. Ну просто, ну не переволновался, накосячил чуть-чуть. Ну бывает. Ну ничего страшного. Мы тебя, конечно, простим. Ты играешь, мы наслаждаемся. Всё очень просто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Матрица ещё работает. Давайте дальше мусолить. Вот это жалко, вот это жалко. Почти идеально сыграли. Ну почти. Бывает косячок. Не волнуйся. Всё хорошо. Мы тебя поддерживаем, конечно же. Переходка не дала. Ну ладно. Офигеть, это грацозок. Блин, это вообще кайф. Вот в каких мелочах, детализациях в этой игре дофигища моментов. Хотя, честно вам скажу, здесь даже, может быть, и экономить-то особо не надо. Пока что хилить ещё рано. Вот сейчас, кстати, отхилить уже можно, я думаю. Так, раз. Матрицу пока использовать не будем. Вот сейчас. Прокаст у нас. Жёсткий, мощный, красивый пойдёт. Ульта. Обязательно. Ух, хебать там урона просто. Я даже не знаю. Я не представляю, сколько там в общем урона. Далее у нас. Ну, жёстко бьёт. Навык обязательно. Я не знаю. Наверное, деву лучше, да, выбирать? Выбирай кого хочешь. Главное, чтобы выиграть и победить здесь, да? И получить удовольствие от игры. Ты, наверное, получаешь удовольствие от игры, потому что она тебе очень нравится. Кстати, заметьте. В трансформации мы даже базовую атаку использовать не можем. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Не на то нажал? Ой. Нормальный кадр. Там порыбачить может, да? Пойдём. Чуть не упустил. Давай, рысь, подхиливаем. Хорошо. Хиллер ты наш маленький. Далее подкачиваем энергию нашей Цинлю. Балдёж. Ой, ребята, балдёж. Давайте немножко Фусань подхилим. Тебе щит этот не поможет, мы тебе его пробьём. Обязательно матрицу. Культа у нас пошла. Вот сейчас мы постараемся уже доигрывать. Я думаю... Я просто имбища, а не персонаж. Ну, максимум ещё два хода у нас останется. Так, баф пошёл. В любом случае у нас навыков много. Можно не переживать по этому поводу. Ульта пошла. Давайте как-то вот так. Хотя, может быть, надо было в рыцаря сыграть, как думаете? А я не знаю, тебе решать. Я ещё просто смотрю и наслаждаюсь всем, что ты делаешь. И реально не могу отвести глаз от этой красоты. Вот и всё. Ну, не знаю. Ладно, всё. Надо доигрывать. Надо доигрывать. Немножко не доиграли, но не суть. Нормально, нормально справился. Хорошо. Да, не в первый раз, но что поделать? Решающее. 163 тысячи. 163 тысячи. Бахнули так бахнули, как говорится. Ну, и в любом случае, у нас ещё очень много циклов осталось. Ну, как вам практика? По мне, показала себя целью очень даже сильно. По мне тоже. Это крайне обалденный перформанс. И перформанс точно удался. Она проявила себя со многих сторон. И сделала это очень грациозно. И вообще вся Тима справилась хорошо. Как и автоматик, так и ты. Да, один там там раз накосячила. Бывает, ну ты всё равно был хорош. Панда, красавец. Ну, и подводя итоги, от себя вам скажу, что целью это уверенный персонаж в конкасте Торелли. Если вам она визуально, по лору, по сюжету нравится, выбивайте, играйте. И проблем с прохождением контента у неё вообще никаких не будет. Самое главное, правильно её собрать. И кайфуйте от игры, самое главное, чтобы получать невероятнейшее удовольствие от неё. Панда фигню не скажет. Желаю вам хорошего дня. Отличной игры в конкасте Торелли. Если будете крутить целью, желаю вам также невероятной удачи. Абсолютно с ним солидарен, каждому удачи. Все, кто крутит, чтобы выкрутили первых же крутых. Хотя это не всегда так получается. Я, конечно, сказочник тот ещё. Всем пока, пока. Блин, потрясающий ролик. Панда, умница, красавчик ты мой. Ну, просто прелесть, а не контент. Мне нравится всё, что он делает. Да, многое не понимаю, но ради эмоций мы здесь находимся. И Тёма, Тёмка пришёл, прикиньте. Лё, Тёмка пришёл. Тём, посмотри в камеру. Лё, там, конечно. Потрясающий контент, конечно. Блин, я хочу переключить. Потрясающий контент был, да, Спектр? Как тебе моя реакция? Как тебе мои эмоции? Блядь, кстати, там Панда, а теперь здесь ещё Тёмка. Блядь, Тёмка здоровает со всеми вами. Ой, ладно. Мне всё понравилось. Это годнота лютая. Панда, как всегда, всё нам рассказал, всё нам поведал. Спектр, спасибо за эту невероятную энергию. Ты мне дал годный ролик, я его посмотрел. Получил невероятное количество эмоций от этой красоты, от этого вязала. И Панда, конечно же, как всегда, выдал, ну, невероятнейший контент. То есть, как всегда, всё разобрал. Сказал, какие шмотки нужно одевать, что нужно прокачивать, что, если у вас нет одного другого, может совменить, какие персонажи совместить. И показал, как на десятом каком-то этаже, да, или что там. Чёрт возьми, на изи, на автомате преодолевать самые сложные задачи. То есть, это дорогого стоит, контент реально годный. Панда, спасибо за топ, контент, спектр, спасибо за заказ, надеюсь, тебе понравилась моя реакция. Вот посмотри вокруг, в округе вся красота, и вот ты там ещё наверху красуешься. Спасибо за заказ, надеюсь, тебе понравилась моя реакция. Обнял каждого из вас, до новых встреч, удачи, обнял, поцеловал, покедово, до новых встреч, и к портам прощаемся. Ля, какой к порт, да, всё нормально? Раз, два, три. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok